добрый день друзья решил сделать еще один ролик о теме гибель цивилизации то что мы сейчас наблюдаем и то что перед нами перед нашим взором разворачивается многие этого еще не поняли и пребывают в повседневных заботах копаются на огородах там ходят на работу и так далее вот но событие развивается в мире на мировой сцене и это было объективно скажем так ожидаемо потому что именно вот этот закон о котором я уже многократно рассказывал вот и которым очень подробно рассказано в манифесте и в том пакете литературы которые я предлагаю интересантам приобрести именно приобрести по той простой причине что если это все буду я как бы отдавать просто так вот никто этого читать не будет сожалению есть и работают некие опять же объективные законы которые позволяют определенным образом скажем так по на понудить заставить человека делать какие-то действия это действие она очень важная потому что как только вы овладеваете знаниями как только вы начинаете понимать что происходит все как бы меняется ваши глаза то есть мир начинает преобразовываться определенную картинку и эта картинка становится вам понятно потому что обычный человек который там живет привычной жизнью обыденный скажем мы живем большинстве своем именно такой жизни он не видит вот этой общей картины общей картины которые в результате развития определенных событий приводит его к состоянию которую ему перестает начинает перестает нравиться начинает переставать нравиться потому что вроде бы все хорошо есть служба есть работа есть зарплата есть семья которые люди заботятся и дальше как бы идут по этому пути судьбы вот но определенный момент времени вот эти вот внешние события начинают очень серьезно влиять на их жизнь люди не понимают почему это произошло из-за чего это произошло виноваты ли они в этом процессе вот или же а значит это чья-то вина потому что мы в большинстве своем не управляем своей жизнью то есть мы живем по определенной схеме по определенному направлению движемся вот и она жестко детерминированно то есть она находится определенных рамках коридоре который в частности определяется доходностью семьи доходностью человека потому что как только появляются средства деньги вот появляется некая степень свободы и человек может менять свою жизнь то есть он может скажем так менять и условия жизни место жизни где он бы хотел жить и так далее он все определяется экономическими рычагами и вот этот вот механизм вот он уже давно как бы сформирован построен вот и несмотря на то что мы знаем о том что на земле были определенные виды и типы обществ сообществ социальных структур это рабовладение это пиво быть на общинный строй как нам говорят учебники истории по крайней мере мы на них воспитаны то что нам далее мы это и восприняли то есть непонятно что там было на самом деле но историческая наука она сформировала для нас определенный сценарий который нам был дан при обучении все обучаются в школах всем дается определенные знания и это вот эти знания формируют вот эту вот сигнальную систему самосознание называем сознание самосознание это продукт социальной среды то есть если вы немножко подумаете посмотрите на свою жизнь то в общем то вы в начале своего пути и вы сегодняшние это совершенно разные люди вот то есть именно информация она постепенно формирует вашу самосознательную вот эту часть вот это многие не понимают вот и поэтому находится в неком неведении то есть картинка мутная то есть мы живем не смотрим вокруг и часто не понимаем что же происходит на самом деле очень странные события последних лет мы наблюдаем непонятные эпидемии непонятные войны и конфликты которые непонятно как развиваются с большими с большими вопросами скажем так потому что по классике это все должно происходить совершенно по-другому но сегодняшние события сегодняшний уровень развития общества он именно диктует именно именно такой ход событий вот предполагалось что вообще в принципе конфликтов таких серьезных масштабных и глобальных именно в горячем плане потому что вот эта вот часть она как бы последние последний шаг на то есть можно бороться и другими способами нет есть как бы некие войны которые проходят в тихом варианте этой холодные войны которые мы знаем которые тоже идеи вот эти вот и мысли этим у нас внедрялись все время да то есть есть холодная война когда две системы борются друг друга не горячими способами не на поле боя но мы сталкиваемся в определенный момент времени и с горячими конфликтами это последний как бы шанс это крах дипломатии назад так называемый когда дипломатические системы не справляется своими задачами все выливается в горячий конфликт вот которые нацелены на как бы на борьбу двух систем двух цивилизаций в основном то есть это цивилизационные войны в основном если посмотреть и проанализировать вот эти все конфликты на то есть эта борьба никаких идей всегда то есть идеи концепции которые именно противостоять друг другу и пытаются доминировать на социальной сцене потому что именно к этому стремятся именно вот эти структуры они общие они не связаны иногда с конкретным человеком вот а связано именно с идейной и концептуальные базы которые лежит в основе крупной социальной структуры именно цивилизации цивилизация она формируется развивается постепенно то есть она идет от примитивных сообществ то есть структур элементов организации то есть каких-то небольших конклавов то есть именно природа человека она в основе социально то есть человек его самосознание возникли и формируются именно в социальной среде и вот как развивается и как насыщена вот эта среда вот это отражается и на уровне сознания и самосознания на тех идеях которые формируют вот эту вот структуру до назовем операционную систему вот то есть каждом человеке заложено операционной системы на основе которой он уже строит свою жизнь свою судьбу и она очень жесткая то есть изменить ее например очень сложно например человек приверженец каких-то взглядов именно и религиозно потому что религия это самая мощная система которая способна настолько жестко ограничить свободу человека что он находится в очень узких рамках я это наблюдал вот это можно говорить об исламской религии которые очень диктует очень жесткие правила поведения вот и вот такой вот такие правила в той иной степени да или жесткие или более как бы лояльные они направляют и формируют человек направляет формирует человек вот религии в основном они в начале своей является некой прогрессивной силой который развивает человечество который дает ему новые основы формирует его новую социальную среду потому что без религий невозможно существование тех же цивилизаций обязательно должна быть религиозная система которая является носителем вот этих вот основ то есть базы такой вот социальной базы вот и на основе вот этой вот базы социальной среды идеи вот формируется и развивается материальная основа который потом приводит к определенным условиям формирования совершенствования именно идейной базы то есть всегда вот эта среда материальная она тоже начинает диктовать свои условия и об этом говорил что концентрации производительных сил вот она именно приводит к тому такому как от такой ситуации когда техносфера достаточно мощно становится мощным фактором она начинает очень серьезно влиять на идейный базис то есть те идеи которые были до этого они терпят крах то есть они требуют трансформации и преображению все революционные преобразовать преображение преобразования на когда именно основа дать технический уровень менялся вот например от определенных видов орудия труда значит что-то происходило до появлялся какое-то новое орудие труда которые способствовали более эффективной как бы производительности позволяли позволяли разбить процесс производства на небольшие стадии которые на выходе давали возможность производить огромное количество продукции с минимальными затратами вот этот фактор до накопления и капиталов то есть все это должен кто-то организовывать вот эта система управления которая способствовала развитие вот этих вот структур да то есть под каждый способ производства должна быть своя структура управления это обязательно вот и чем более совершенное орудие труда тем больше разделен труд на очень маленькие стадии локализован и узок так сказать потому что сейчас наступило время узких специалистов которые видят только свою профессию но в этой профессии они достигают очень высоких вершин и поэтому здесь можно говорить что идет вот такая вот как бы сужение функции человека вот осужение функции человека но приводит их деградации человека его основ его мировоззрение его кругозора вот мы это наблюдаем то есть человек становится в некой некой в неком роде автоматом который встроен вот в этот механизм производства да и человек теряет свою основу да то есть ради чего это все делается то есть ради жизни человека и формирование им социальной структуры то есть это социальная среда начинает скажем так способствует деградации элементов вот а дело в том что если вы купите манифест вот там собраны все основы и базовые труды которые прочитав которые вы поймете как вот это все строится вот этот весь механизм вы осознаете память для чего это нужно прежде всего вот как вот когда вы живете да когда вы не обращаете внимание на внешний мир и на те события и не управляете в той или иной степени внешними внешними сценариями вот то сценарий начинает развиваться по воле абсолютно других сил это может быть элитно элитарная система как сейчас то есть она сформирована эти люди они очень хорошо понимают и занимаются только тем что формирует новый и идейный базис концептуальный базис развития вот этой всей системы потому что они пытаются взять и в управление именно вот тот уровень техники технологии тот уровень развития производительных сил который сформировался на сегодняшний момент вот но они в рамках тех концепции которыми они владеют и которые они понимают и которые для них привычны были на протяжении тысячелетий а это тянется назовем так со времен еще египетской цивилизации когда туда были пришли остатки атлантической этой вот цивилизации супер цивилизация основанный и построены на совершенно других принципов именно они и занимались развитием человека и эти как бы адепты они владели этими технологиями то есть именно они поняли что весь механизм вся технология и техника она сосредоточена внутри человека и ее можно развивать и совершенствовать ее можно трансформировать определенные формы и виды и вот этот вот механизм который заключен внутри человека он может быть использован как элемент техносферы вот то что они достигли и то к чему мы пытаемся возвратиться но на новых основах то есть разработать свой сценарий развития да то есть именно сбалансировав возможности человека его технические возможности и возможности техносферы то есть отчужденной сферы созданы руками человека то есть мы сейчас имеем дело именно с элементом отчуждения то есть человек отдельно техносфера отдельно и вот этот фактор он не позволяет нам двигаться дальше то есть мы уперлись в некую структуру и стенку и об этом уже говорил которая не позволяет двинуться человечеству дальше на пути развития то есть мы пришли в состоянии некого дисбаланса но и этот дисбаланс на сегодняшний момент очень существенный и вот почему разворачивается вот эти странные сценарии событий до которые мы наблюдаем и эпидемии которые вдруг охватилась мир хотя например гриппом и орз болеют огромное количество людей но это не является в поводом и фактором для того чтобы останавливать промышленность для того чтобы запирать людей дома не упускать их на улицу пытаться регулировать их жизнь и так далее чем мы столкнулись в общем-то на двадцатом году вот это вот странное развитие событий да потому что он она странная для всех такого нет то есть мы жили по определенным условиям правилам и мы чувствовали что есть некий фактор свободы действий да то есть мы скажем так в рамках демократический в кавычках государств ощущали вот этот вот дух свободы да то есть мы вот например выезжай на запад и так далее чувствовали вот есть свободная зона вот и воспринимали например например вот страну да как не некую стоит некую некое место где ограничивают нашу свободу на самом деле все было не так то есть ограничили ограничили свободу и начали ограничить уже давно и элитарной системы они понимали что в общем то если дать человеку свободу если его развить если как бы пойдет вот это вот экспансия силы и управления в народной массы на то есть скажем так будет формироваться гражданское общество и народовластия это некий фактор который размоет элиты то есть сделает их безвластными в рамках их понимание властности вот это вот нужно понять что в рамках их понимания то есть они как бы загерметить загерметизировав знание да то есть них знание то есть и супер элиты они владеют технологиями атлантиды то есть они все являются магами какой-то степени то есть вот этого вот эти линии которые соблюдаются и не размываются генетические то есть они давно уже занимаются евгеникой и они уже понимают что могущество человека что его механизм внутренняя структура способна как бы влиять на реальность то что мы говорили и говорим уже неоднократно да то есть это что мы пытаемся дать всем людям без ограничений подчеркиваю без ограничений вот почему опасно создание каких-то сект организации и так далее то есть это опять же попытка загерметизировать те знания о которых я говорю то есть если мы их загерметизируем сделаем их оторванными от основных масс а этого делать ни в коем случае нельзя по той простой причине что мы должны в противном случае осуществить откат назад вот то что делают сейчас элиты до силу их понимание представления о строении социальной структуры это именно откат назад для них это жизненно важно или они погибнут или они будут трансформированы размыты в какой-то момент времени когда люди начнут на основе информационного потока а сейчас мы стали более осведомленные в этих процессах огромное количество литературы есть и благодаря этой литературы мы можем поиметь вот эти концептуальные идеологические знания да то есть выдвинуться совершенно другой уровень развития именно человека потому что в противном случае мы находимся на некой животной стадии да вот мы если последить всю культуру и развитие культуры да все зиждется на отношении полов да то есть вот если посмотреть сейчас уже последние события вот значит мы акцент обращаем именно на взаимоотношения полов на изменение полов так далее то есть мы пытаемся с наше внимание человечество именно направить совершенно по другому пути по пути именно вот этой вот как бы наших биологических основ мы от отошли от этого отчуждились от природы и этот фактор нужно учитывать то есть вот это отчуждение от природы вот она является неким путем развития то есть вектором развития вектор стимулом до познания мира данма локализованы мы создали вот эту подсистему которая встроена в общую систему мироздания и мы можем говорить о божественности человека по той простой причине что этот мир это механизм бога изучение самого себя совершенствую самого себя бог тоже развивается именно в нашем лице идет развитие божественность вот о чем говорил иисус принципе вот вот эти все теории да вот эти все религии они построены на этих принципах вот человечество к сожалению не понял это на топ уровня развития и философии и развития сознания и техники технологии вот эти идеи они не могли быть осмыслены полноценно вот но сейчас на основе той информации которой мы наработали в результате развития связи кстати религия и христианская религия она способствовала развитие техносферы и западная цивилизация она базировалась на этих структур на ведь на этой базе на это на этой как бы идейной базе то есть вот это вот техносфера она в результате вот этой религиозной системы так как восточная религия она не способствует развитие научных знаний и совершенствование техносферы она нацелен наоборот на человека но здесь есть одно одно но то есть нельзя развивать только человека нужно развивать и техносферу вот эти два фактора они должны идти вровень вот если этого не будет в принципе мы опять в определенном этапе да то есть размытие сознания отказ от сознательной жизни и так далее то что декларирует восток он эта попытка вернуться опять определенным способом и путем не развивая техносферу в природную среду то есть мы вышли мы как бы родились да то есть вот этот акт рождения человека он как бы нацелен на то чтобы снова вернуться и слиться с природой вот это вот самый самый главный стимул и цель человека вернуться природу то есть вот это отчуждение природы она является очень серьезным и фактором то есть самоосознание человека и вырождает страх сомнения неуверенность и вот эти вот вещи и вот этот вот фактор он не он именно пробуждает человека в действии то есть к созданию техносферы к развитию техники технологии только с одной целью вернуться снова улона природы вот и мы должны вот эти стадии все пройти и слиться с природой уже на новых принципах понимая ее ощущая ее целостность и слившись не но не примитивным способом так как идет восток именно развивая вот эти все как бы способности человека и так далее без с отрывом от техносферы то есть мы говорим что прогресс это они говорят что прогресс это зло и так далее так далее это неправильный путь то есть мы должны понимать что мы создали техносферу техносфер развивает наше сознание самосознание и И, естественно, мы теперь обращаем внимание на человека, на его способности и гармонично начинаем развивать техносферу и человека. И вот этот дисбаланс, о котором я уже устал говорить, он должен быть выровнен. Как только мы выравниваемся и начинаем гармонично развиваться, но это связано именно с серьезной трансформацией социальной сферы и социальной среды. То есть человек должен активно, каждый, участвовать в управлении. То есть это именно создание народа, власти, я. Когда каждый человек понимает, где он живет, ориентируется в этой среде, понимает вот эту общую структуру. То есть любой живой организм, любая клетка, она работает согласованно. Каждый элемент, каждый атом, каждый белок находится в определенном месте и понимает свою цель. В каждом находится вся информация. Вот в нас находится вся информация о том, что и должна находиться именно о социальной среде. У нас находится вся информация о мироздании. Вот здесь вот в голове, в мозге все это есть. То есть он связан, интегрирован в информационное пространство. Информация строит всю структуру мироздания. Вот опять же призываю, покупайте, приобретайте манифест, там все книги базовые, которые нужно прочитать. И на основе этих книг вы все поймете. Вам все будет совершенно абсолютно ясно, что сейчас происходит, как это будет развиваться. Вот и вот этот сценарий, который сейчас развивается, он не будет для вас странным и непонятным. Вот многие сейчас говорят, а почему это так, а почему сейчас разразился вот этот конфликт. Он локален, но он влияет на все, на весь мир. Он не должен этого быть. Это локальный конфликт, очень маленький, несущественный в рамках, потому что конфликтов очень много идет на земле. Вот. И человечество все время борется. Идет вот это Броуновское движение именно политических сил, элит, которые борются друг с другом. Это не борьба народов, это борьба элит. И развал Советского Союза, СССР, произошел именно благодаря вот этому процессу борьба элит. И это нужно понимать. Как только возникает элита, как только отделяется одна часть от основного общества, вот это и является источником противостояния и источником конфликтов и войн. Народы все не хотят войны. Вот я был во многих странах, я как бы разговаривал с простыми людьми, они все похожи на нас. Мы все одинаковые абсолютно. Вот. И мы все хотим мира, благосостояния, взаимоотношений. Они прекрасные люди и в Америке, и в Англии, и на Украине, и в любых других странах, где бы они были, все люди хотят мира. Все люди хотят прекратить вот этот кошмар, который разворачивают элиты. И именно с целью доминирования, с целью того, чтобы установить общий центр элитарный. То есть вот это уничтожение элит самих себя связано с тем, что опять хотят осуществить сценарий Атлантиды, когда сформируется суперэлита и все остальное человечество находится в подчинении. Вот то, что произошло в определенный момент времени, вот эти идеи, идейный базис, они перенесли и на почву, скажем так, ту, которая была в их подчинении. То есть весь мир, он был в подчинении, то есть сформировалась определенная такая вот среда. Вот это можно проследить и по Индии, например, вот эта клановость и кастовость, которая была сформирована, и которая в определенный момент времени позволяла на протяжении тысячелетий сохранять эту структуру. Когда человек оболванен, когда человек находится в определенных рамках, вот, ему дается определенный вид религиозной системы, которая говорит, что вот ты здесь потерпи, ты здесь напрягись, значит, не возмущайся ничему, вот, восполняй свою узкую функцию. Вот, но там, когда ты исчезнешь с этой земли, когда ты растворишься в мироздании, ну, это действительно так, вот, ты будешь жить в раю, у тебя будет все прекрасно, женщины богатство, если про мужчин говорить и так далее. Вот, и вот эта вот, вот эта идея, да, она позволяла очень долго сохранять вот эту вот структуру, когда человек становился функцией вот этой системы, то есть он выполнял элемент вот этой вот технической, технического механизма, да, который он же создал и который создал, который как бы развил на определенный момент, но оказался в результате рабом вот этой системы, то есть вот технократическая система, она как раз и способствует тому, что человек становится рабом этой системы, он уже не становится самостоятельной единицей, способный дальше двигать прогресс, да, то есть вот уже опять же, как бы отделение науки, то есть те знания, которые сосредоточены в узких кругах, они непонятны основному населению, да, вот я тоже как бы рассказываю многие вещи, и говорю научным языком иногда, вот, но это становится непонятным большинству людей, то есть это какой-то птичий язык, на котором разговаривает кто-то, то есть мы опять же начинаем отделяться друг от друга, формируем свою узкую, как бы, свой узкий круг людей, вот, и вот это элитарное формирование элиты, да, то есть сама среда, сама структура формирует вот эту вот основу, да, которая начинает дальше развиваться именно в этих рамках, вот, элементы формирует структуру, структура формирует элемент, опять же, все это вы можете прочитать в книгах, которые собраны именно в определенной последовательности, в определенном порядке в манифесте, вот о чем я говорю, основной базовый манифест, 38 страниц, вы его прочитаете, там основа, экстракт тех знаний, которые, скажем, можно расширить, и те книги, которые вложены в этот манифест, их очень небольшое количество, но они главные акцентные книги, которые, прочитав которые, вы поймете, во-первых, как нами управляют, кто управляет, какими способами, методами, и как освоить механизм управления, то есть стать уже вровень вот с этой элитарной системой и понимать механизмы развития событий, как они работают, и кто, кто, какие роли выполняет, вот эти знания, это базовые знания, которые нужны каждому человеку, вот когда освоение вот этих знаний является критическими сейчас, в настоящий момент, как только вы осваиваете их, вот вы становитесь вровень с элитами, и вы можете регулировать свою жизнь, управлять ей, вот к чему мы стремимся, то есть каждый человек, я это здесь с полной уверенностью говорю, может управлять своей судьбой, может управлять реальностью, явлениями природными и прочими, прочими вещами, может управлять человек, у него есть эти способности, но для этого нужно то-то, 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 вот это то-то, то-то я даю на начальном этапе, в дальнейшем мы должны идти дальше, и наши дети уже должны быть на другом уровне, и энергетическом, и так далее, и якуты, которые многие приобрели, и многие поняли, что это такое, что они дают людям, каждому человеку, то есть без этих вещей, это тоже элемент техносферы, новой техносферы, технологического этапа развития, сейчас технократия, когда человек находится на низком энергетическом уровне, энергетикой, с энергетикой связана информация, то есть каждый энергетический поток содержит в себе информацию, чем больше в вас вливается энергии, тем больше вы осваиваете информационную среду, вы можете ориентироваться в этих сложных условиях, которые сложились на сегодняшний момент, без энергетики человека, это освоить невозможно, чтобы мы не строили, как бы мы дальше не развивались, мы вынуждены будем откатиться назад, и принять ту систему, которая нам диктует элиты, мы снова окажемся в рабском состоянии, вот почему сейчас эти все процессы разворачиваются, и этот сценарий, он четко прослеживается, эпидемия, война, голод, холод, гибель цивилизации, гибель огромных масс людей, обнищание, рабское состояние, вы уже не можете ничего делать, у вас нет средств для того, чтобы даже передвигаться, вы будете жестко детерминированы, и определено ваше место, дальше с вами можно делать все, что угодно, направлять на бойню, требовать делать эти самые, сейчас это формируется все, сформируется определенная среда, жесткая среда, в этих условиях, государственные структуры, могут устанавливать свои жесткие правила, мы в этом убедились, когда был развернут сценарий эпидемии, вот, где она, никто сейчас об этом не вспоминает, никто об этом не говорит, я последний раз слышал эту информацию, очень давно, раньше каждый день об этом говорили, как развивались события, сколько умерло людей там и так далее, мы эту информацию получали каждый день, эпидемия никуда не делась, я смотрю, у меня есть канал, телеграм, и там все сводки есть, сколько заболело, сколько умерло и так далее, эпидемия идет, но никто о ней уже не вспоминает, в связи с текущими событиями, причем на мировом уровне, маленький конфликт раздули, до уровня огромной мировой войны, это выполнение элементов сценария, почитайте апокалипсис, который есть в Библии, вы поймете, как развивают события, они действуют по определенному сценарию, который уже прописан, и который внедрен в население, это так называемое матричное управление, посмотрите мой ролик, у меня этому посвящен целый материал, огромный, вот как это все делается, и книги, которые я вложил в манифест, они позволяют освоить и этот метод матричного управления, то есть вы можете освоить этот метод, и влиять на событие, все говорят, а что нам делать, да, вот мы приобрели приборы, мы уже увидели вот эту правду всю жизнь, а сделать ничего не можем, люди не понимают вокруг нас, а вот есть способы и методы, которые позволяют именно взаимодействовать с идейным базисом, идеи влияют на всех, вот если мы изменим идеи, да, для этого необходимо очень небольшое количество людей, для того, чтобы создать и сформировать новый идейный базис, на основе новых принципов, а принципы такие, что человек должен, первое, сформировать определенную среду, именно как бы по модели развития жизни Капра, вот опять же все книги, которые я высылаю, там это есть все, то есть как развивается природа, по каким правилам, по каким закономерностям, и вот эту модель, в принципе, можно применить и к социальной среде, вот сегодняшней, когда мы имеем вот эту богатую, развитую техносферу, да, это вот благо для человечества, и не вред, и от нее нельзя отказываться, элита понимает, что мы, они отказываются, и формируют, и оставляют свою, свой способ и метод управления, для них это сейчас важно, жизненно важно, или они погибнут, размывшись, да, как бы, отдав свои полномочия, они этого не хотят, не хотят терять деньги, финансы, хотят сохранить вот эту грабительскую, финансовую структуру, которая вытягивает из нас деньги, нас ограбляют, грабят, причем на пустом месте, посформировав вот эту идею, да, как бы финансовый, вот этот центр, закрепив эту идею, идет ограбление мира, его ресурсов, то, что мы производим, мы не богатеем, мы, наоборот, начинаем беднеть, инфляция, за счет того, что создана банковская система, с судном процентом, и процент этот очень высокий, и мы все наши достижения, все наши прибавки, которые бы были нацелены на, например, формирование комфортной среды для человека, чтобы он не бедствовал, чтобы он не все время где-то искал деньги для того, чтобы выжить, это или сценарий выживания человечества, или сценарий хорошего существования, комфортного существования человека, человечества, как только мы достигаем вот этого уровня комфортного существования, вот, мы уже становимся на другой этап развития, да, для нас уже интересны другие вещи, не выживание, не как заработать копейку, а мы уже думаем об искусстве, мы думаем о культуре, о развитии, мы проявляем свой творческий потенциал, потому что, когда человек, у него основная мысль, где бы достать денег, чтобы прожить, у него вот эта часть, она отрезана, соответственно, вы становитесь элементом вот этой системы, винтиком в этой структуре, в техносфере, технократический уровень развития, технократический этап, технократия, соответственно, элита, и вот эта техническая сфера с элементами человеком, да, встроенным в нее, вот, человек функция, но не цель, как только человек становится целью, все меняется, весь мир меняется, меняется вся структура, вся философия, принцип, вектор развития, все меняется, мы становимся уже на другой этап развития, этап развития человека, прежде всего, его способности, его возможности, его творчество, как механизм познания мироздания, то есть мы должны все время расширять вот этот вот кругозор, то есть мы выступаем в роли богов в этом мире, потому что мы обладаем самой главной ценностью, самосознанием, способностью организовать подсистему в общей системе мироздания, где все растворено, где все находится в суперпозиции, все не идентифицировано, как отдельные объекты, вот если мы были бы в природной среде, мы не идентифицировали мироздания, как отдельные объекты, отдельные структуры, и отдельные предметы материального мира, для нас все это было как вата, то есть мы были погружены, вот то, что восточная философия пытается сделать человеком, погрузить вот его в эту вату, и оставить его там, то есть снова вернуть человека назад, благодаря тому, что возник страх перед смертью, перед миром, перед непонятностью явлений и так далее, потому что разум все время пытается, скажем так, объяснить и понять, куда он идет, куда он двигается, вот мозгу это все понятно, потому что он интегрирован, он растворен в мироздании, он общая, то есть наш мозг внутри нас, он уже находится в той среде, он не отделен, но наша сигнальная система сознания, она отделена и формирует вот эту подсистему, вот в чем самая главная суть, отличающая человека от других существ живых, которые находятся в мире, и на основе этого и нужно строить свой путь развития, да, мы должны соединиться, за технологической будет биологическая стадия, когда человек самостоятельно руками своими создат механизмы и технологии, способные интегрироваться очень плотно в природную среду, я так думаю, что на определенном этапе развития, те ушедшие цивилизации, они достигли этого уровня и растворились в природной среде, вот они стали природной средой и ушли, соответственно сцены, то есть мы их не видим, не ощущаем, они уже находятся на уровне информационного пространства, вот туда мы должны стремиться, интегрироваться именно в информационную среду, и уже своей волей, своим самосознанием творить мироздание, творить вот эту вот общую как бы вселенную, то есть мы уже будем творцами вселенной, в этом плане, если мы уходим туда, то информационное пространство становится нам, на нас управляемым и понятно, мы овладеваем всеми вот этими законами, закономерностями, которые позволяют нам управлять собой, управлять разумом, и вот это божественная суть, то есть мы идем к Богу, идем к храму, но идем к храму именно вот этим путем, не тем, которым нас ведут сейчас религии, религиозной системы, которые, ну скажем так, уже стали некими замкнутыми структурами, с ограниченными и герметизированными знаниями, в определенный момент времени, все должно быть развиваться, оно не должно быть в рамках определенных конфессий и так далее, то есть в определенных и традициях, традиционной системы, то есть мы, если говорим о религии, мы всегда касаемся традиционных систем, то есть нужно соблюдать определенные ритуалы, и так далее, ходить в церковь, там тын-тын-тын-тын, много чего, молиться восемь раз в день, там на восток, там еще куда-то, то есть вот эти вот, некий свод законов, правил поведения, не говорит о том, что человек может соединиться с Богом, религиозность, она основа человеческая, то есть когда он рождается, он уже связан с природой, с Богом, мы рассматриваем Бога, как вот это мироздание, общий вот этот концепт, некий абсолют, который растворил весь материальный мир в себе, и нематериальный, вот вы, когда будете читать книги, в манифесте, там есть книга, которая позволяет вот это осмыслить, то есть именно то, что наш материальный мир, это еще не все мироздание, которое существует, их очень много, много реальностей, которые вы можете выбирать, вот, в которые можете уходить и строить свою судьбу так, как вы хотите, так как вам хочется это сделать, то есть вы можете менять реальность, и это действительно так, то есть вы выбираете реальность, и идете, но общие принципы, они остаются, да, то есть человеке общие принципы остаются, вот то, что о чем я говорю, это не меняется, это основа, вот, а выбор сценария может быть осуществлен спокойно, то есть вы расширяете свои рамки, вы не сужены в определенных рамках, то, что диктует социальная среда, вот на сегодняшний момент, да, то есть ограничивая вашу свободу, эта свобода начинает расширяться, и в это истинная свобода, которой тоже стремится человек, выбор сценария и управление своей жизнью, полностью, вы можете и комфортные условия создать, и сменить место жительства, и поменять реальность, и так далее, то есть вот эти все вещи, позволяет осуществить некая техносфера, которая дополняет и развивает возможности, способности человека, вот то, что я о чем я говорю, и что пытаюсь дать людям, то есть люди должны понимать, да, что вы хотите дальше идти, или вы хотите в рамках прожить свою жизнь, непонятно, чем это закончится, да, скорее всего, очень плохо, потому что сценарий развивается, он будет дальше развиваться, потому что выхода больше нет, нет выхода, если мы не сформируем вот эту новую среду, людей, да, понимающих, знающих, вот эти все вещи, вот мы столкнемся именно с обычным явлением, как это было всегда, да, то есть опять рабовладение на долгий, очень долгий срок, в определенных рамках, да, будет информационная среда, но она будет все время откатываться назад, вот эти апокалиптические все события, они будут все время происходить, мы об этом знаем, это закономерность вот этого вот, как бы, вот этой цивилизации, назовем ее так, да, потому что цивилизация, она все, она захватила весь мир, несмотря на то, что есть, существуют еще какие-то цивилизации, но они подчиненные этой цивилизации, вот все нужно, то есть западная цивилизация захватила весь мир, мы все пользуемся сотовыми телефонами, компьютерами, и вот эта техносфера является основой вот этой вот западной цивилизации, скрепом его, ее, именно идейной базы, вот где бы мы ни находились, как бы мы ни отрицали, да, мы все время уже вот в эту сеть втянуты, вот, и отказаться от этой сети мы не можем на сегодняшний момент, только трансформировав, изменив ее, вот как, как только мы это все дело изменяем, мы, значит, приходим на другой уровень, уже понимание развития, но только через человека, вот, и нужно, конечно, использовать все, все достижения, все знания, которые наработал, то есть мы не можем отказываться, разрушать это все, это не, это бессмысленно, мы понимаем, да, что вот этой дорогой мы можем выйти на другой, на другие горизонты, вот это надо понимать, то есть мы не революционным, а эволюционным путем, это очень важно понять, выходя на улицу, громя техносферу, да, разрушая техническую сферу, мы сами себя убиваем, вот этими протестами, революциями и так далее, вы поймите, что все это организовано с целью отброса назад, отката опять назад, и принятие тех же правил игры, все время нам, сколько бы мы не совершали каких-то благих вещей, да, революций, не строили систему, но не изменив человека, ничего нельзя сделать, мы опять придем к тем же знаменателям, вот это нужно понять, развивая человека, только этот единственный шанс, нам перейти вот эту каменную стену, границу, которая разделяет нас, вот этот уровень цивилизационного развития от другого уровня цивилизационного развития, это нужно понять, или бесконечный круговорот событий, вот без некой надежды на выход на оперативное пространство, пока этого не произойдет, мы будем крутиться все время вокруг одного и того же, то есть опять в примитивное состояние, опять плуг, опять лошадь, телега, вот при этом будут существовать элиты, элиты, которые, даже в примитивном варианте, они вот этот принцип управления, они как бы цементируют, им не важно, здесь речь идет о, скажем так, ни одном человеке, ни о группе людей, о принципе, принципы, это тоже некие живые и разумные существа, которые, ну скажем так, они, они управляют всей реальностью, да, все это сидит на материальной основе, но базовые принципы, вот эти сформированные, да, системные основы, опять же, читайте манифест и всю литературу, вот я призываю всех, приобретайте манифест, да, вы потратите какие-то деньги, это не просто так, я не наживаясь на этом ничего, я как бы занимаюсь научной деятельностью, огромные у меня, большое количество задач и целей, вот, и фактически, здесь нет речи о том, цель, создать стимул для освоения этой литературы, иначе вы положите это в пыльный ящик, в пыльный угол своего компьютера, и не будете читать, это я вам гарантирую, так же, как пользование якутам, когда я их всех раздавал, никто не пользовался якутам, никто, все положили его, сказали, а какой-то дурачок, дал нам чего-то, вот, положили на полочку, и вот так вот все эти приборы лежат, тем, кому я просто так отдалю, те, кто затратили деньги, потратили, взяли в банке, там, и так далее, кредит, влезли, все начинают пользоваться якутам, и менять свою жизнь, почему такая цена на него, потому что, это стимул вами, вам пользоваться этим прибором, по правилам, как только вы начинаете пользоваться, с прибором по правилам, как только вы входите в эту системность, использование вот этих всех приборов, вот, вы сразу начинаете менять свою жизнь, и материальное вот это вот, вот этот стимул, он дает это управление мозгом, мозг так устроен, это не, даже не наше сознание, да, то есть, мозг программирует события, а мы просто как автопилот двигаемся по этому пути, мы не управляем, опять же, там книга есть в манифесте, которая позволяет вам вот это понять, прочитав ее, вы понимаете, что происходит на самом деле, кто управляет человеком, и как управляет человеком, это нужно понять, и, поняв это, вы вырабатываете свой метод управления самим собой, вы приобретаете килоидатуру, монитор, мышку, и начинайте рулить уже своей жизнью, так как вы хотите, вот это вот свобода человека, вот, я уже повторяюсь, вот, и поэтому, призываю всех приобретать манифест, вот, не жадничайте, это ваша жизнь дальнейшая, и ваша безопасность, если вы это не освоите, вы можете на мои слова не обращать внимания, опять сказать, как какой-то непонятный дурачок, здесь что-то нам талдычит, какую-то муть, вот, мы тут знаем лучше всех, вот, но поверьте мне, значит, что, вот, без этого, без этих знаний, то есть, икут еще только часть системы, да, то есть приобретая икут, вы придаете энергию, энергию жизни, энергию, способность воспринимать информацию более полно и объемно, вы поймете это со временем, когда будете пользоваться прибором, вы будете настолько легко и хорошо осваивать любую информацию, это произойдет со временем, это должен определенный период пройти, не завтра, не послезавтра, но пользование постоянной кутом, меняет ваше состояние, это может произойти через 8 лет, через 10, я разрабатываю уже, на мой 8-й год, этот прибор, вот, и, соответственно, я им пользуюсь, и я понимаю, мои изменения внутренние, вот, я их чувствую, я их вижу, что, в общем-то, идет очень интересный процесс, смотрим, это, это не излечение человека, там, от заболеваний, это все мелочи, по сравнению с тем, что делает икут, вот, я об этом не говорю, по той простой причине, что большинство не поймет, все хотят вылечиться, вот, да, он лечит, да, он поправляет какие-то вещи, внутри организма, естественно, да, потому что энергия вливается, и организм начинает работать полноценно, по излечению, по, вот, убиранию вот этих вот проблемных мест в организме, если это возможно, опять же, здесь никакого чуда нет, вот, сам организм себя лечит, ну, это известные вещи, и гомеопатия, там, и так далее, все это, в общем-то, вся одна система, да, то есть, управление человеком самим собой, то есть, через самоуправление человеком самим собой, он может справляться с любыми заболеваниями, это известно, но ему нужно построить интерфейс воздействия, да, как вот лекарство, это тоже интерфейс воздействия на человека, в большинстве случаев, работает плацебо, известный эффект, вы пьете таблетку, и вы хотите, что у вас прошла голова, она у вас проходит, вот в чем дело, и вот построением этим интерфейсом, мы и занимаемся, вот, мы берем это все на вооружение, и рассматриваем это как интерфейс управления человеком, вот если это вы мысль поймете, дальше все будет ясно и понятно, то, что я говорю, и о чем я здесь стал лечу, вот, все, я на этом заканчиваю, это очень важный ролик, думаю, что, если вы его посмотрите, вы все поймете, приобретете манифест, вот, да, это затраты денег, да, может быть, вы влезете в какие-то долги, но вы должны это сделать, после прочтения манифеста и пользования икутом, все станет на свои места, и вы будете быстрее развиваться по этому пути, все равно к этим мыслям придете, потому что, это есть, как бы, основа, и эта база, вот она существует, она существует в неявном виде, но она войдет в вас в явном виде, в этом случае, потому что информация, она будет воспринимаема вами, вашим сознанием, на другом энергетическом уровне, энергетика дает все человеку, то есть, он должен идти по пути развития именно внутренней энергетики, вот, если он по этому пути не пойдет, мы сейчас, пытаясь, из нас энергию вытягивает, города и так далее, то есть, все это, как бы, способствует тому, что человек, находится на низком энергетическом уровне, информация неправильно поступает на него, искажена, соответственно, он управляет, так как хочется, узким кругом, вот то, что мы имеем сегодня. Спасибо за внимание, под роликом будут мои координаты, дискуссии можете разворачивать на WhatsApp, писать свои отзывы об работе Якут, я надеюсь, что это позволит многим сделать свой правильный выбор, вот, но выбор, естественно, делать нужно в других вещах, но люди большинстве с вами этого не понимают, они хотят вылечиться и так далее, слава Богу, пусть это делают, но пусть пользуются Якутами, и вот эта энергетика со временем, это, если вы будете смотреть мои материалы, их очень много, и вот эта вот идея, мысль, она разбросана, размазана по многим-многим роликам моим, я все время об этом говорю, иногда концентрировано, как сегодня, иногда, скажем так, намекаю на какие-то вещи, которые нужно осваивать, вот, это все пока не воспринимается большинством человечества, я это очень хорошо понимаю, вот, но есть люди уже, которые поняли и начали уже по этому пути двигаться, и слава Богу, их пока мало, но они будут постепенно нарастать, их будет все больше и больше, потому что выхода у нас нет, вот, и все будет хорошо, поэтому волноваться не надо, просто занимайтесь делами, вот, осваивайте вот эти знания, читайте манифест и сопутствующую литературу, там очень много ссылок есть, вы можете дальнейшем, как бы, продолжить свое самообразование, обратить определен, я просто обращаю внимание на определенные акценты, что, куда нужно идти, и какими знаниями обладевать, это все должно самостоятельно осваиваться человеком, не под действием каких-то, этих самых, как бы, нельзя загнать в светлое будущее, человек должен сам туда прийти, своей волей, если он не хочет, значит, он не должен это сделать, если он хочет, он должен это сделать, только эволюционным путем, никаких революций, никаких бунтов, никакой сверху, свержения власти, и так далее, это глупость, вы все равно придете к тем же знаменателям, без разницы, вот, вы видите эти процессы все, все равно все повторяется, все равно все становится вот так вот, как оно есть, вот, для этого нужно другие вещи, все, спасибо за внимание, под роликом, опять же, все мои данные, контакты, и так далее, площадка для дискуссий, для объединений, там, и так далее, все хотите, что и делайте, объединяйтесь, разъединяйтесь, вот, но главное, начинайте осмысленную жизнь, вот, это очень важно, все, спасибо за внимание, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, и голосуйте за мои ролики, спасибо за внимание, до новых встреч,